Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Ну и вы сильно не пугайтесь, речь конечно пойдет не об этой катушке, которая у вас на экране. Это вот такое вот небольшое начало, разминку к нашему такому дальнейшему марафону. Вот, просто как бы хотелось бы вам показать один нюанс и скорее всего рассказать, чтобы некоторые люди, наверное, правильно с помощью этих знаний, которые я сейчас буду пытаться огласить, выбирали себе катушку и, наверное, нашли ответы на свои вопросы. Что именно я хочу именно, какой посыл сделать? В данном случае лежит на столе у меня Biomaster, Biomaster у нас 2013 года, он у нас 5000 SVPG, да, то есть видите, SVPG, любимая катушка 2013 года и многие думают, что, как бы сказать, еще там эра, как бы сказать, Шимана ухудшается после 2013 года, именно 2013 год еще нормальный. А многие еще думают, что если на нем стоит абвиатора, да, то есть SVPG, да, такая маркировочка Solid Water, то, блин, он должен внести себе неистовую мощь какую-то, да, то есть должна быть неубиваемая там катушка, ну, то есть одним словом эти буквы начинают у простого стандартного рыбака вызывать уважение. Вот, причина оказания на столе данного Biomaster стандартная, все чаще последние годы с момента появления их на рынке они оказываются на моем столе, потому что люди начинают пренебрегать вот этими буквами, да, SV, и то, что он 5000, и то, что он PG, и просто-напросто перегружают катушки. И данные катушки, ну, в самом деле, очень быстро перегружаются, прям на моих глазах я это видел вживую, и потом человек стоит с такими шарами, понять не может, начиная там предъявлять, как так, новая катушка, новая пара, ну, и объяснить ему невозможно. То есть это все человек с Илланом Маском полетел на луну, то есть все, его только, ему только марсиане могут объяснить, и у меня уже не хватает ни знаний, ни возможностей. Вот, а от этого, по таким вот причинам, данные катушки оказываются на столе. Обычно, типичная ситуация, перегруз главной пары, и она начинает рычать, хотя здесь она рычить не сильно, но данный человек решил кардинально поменять ситуацию, и прикупил новую пару, вот. То есть человек сам ее покупал, у меня ее не было в наличии уже, ну, и тут он еще добавок погнул шток, и еще замена штока, но суть рассказа сейчас не про это. Сейчас вот я ее разбирать ничего не буду, я ее отложу в сторонку, в сторонку, вот так вот, данную катушечку, и мне достаточно будет, чтобы выполнить свою миссию, показать вам всего только главные пары, которые бы вы сейчас рассмотрели и сделали вывод по данной катушке, ее целевому использованию и назначению, уважаемая банда. Вот, это главная пара, то есть ведомую шестерю мы достанем только ведущую, ведомую даже не имеет смысла. Вот, это вот главная пара от 13-го Биомастера СВ-5000 ПГ, вот она выглядит вот таким вот образом, и все думают, если она пятитысячная, может быть, она должна быть какой-то большой, или какой-то, нет, на самом деле, эта пара даже не морская, как я выражаюсь, и она обычного четырехтысячного размера. Чтобы вы понимали, может быть, вам тут просто, как бы, ну, нету размера с чем сравнить, я сейчас достану от 9-го года, от катушки Твин СВ-5000 ПГ 9-го года. Вот так выглядит новая пара на Твине СВ-5000 ПГ 9-го года. Я думаю, особо как-то объяснять не надо, да. Вот. Вот две катушки, обе они СВ, одна даже 4000, да, то есть вы понимаете, да. Но одна просто Твин, да, как бы сказать, и тут уже пара, как бы, морская. Опять же, слово морская, это я так выражаю, чтобы не было никаких вопросов. А вот это, и теперь вы должны понимать, почему все так происходит. Вот. И думаю, тут все-таки судьбу никак не обманут. Многие люди, я видел, у которых есть деньги на самом деле, они ездят на нормальных, адекватных машинах, у них нормальное качество жизни. Ну, есть уважаемая банда, категория людей, которых все-таки пытаются треснуть судьбу об одно место, да. И им все-таки, как бы сказать, жаль денег, и чтобы сразу же купить более-менее нормальную катушку, и они пытаются провернуть какие-то махинации с судьбой. А вот можно ли чуточку подешевле и ничем не хуже? Ну, сами понимаете. В каждом правиле есть исключение, если нельзя и очень хочется, то, конечно, можно, да. И они идут на компромисс, покупают данную катушку, а потом, соответственно, перегружая ее, особенно у нас на Дальнем Востоке, эта тема вообще, как заположняк, да, перегрузить. У нас еще пока такой культуры у спиннингистов прям в общих массах нету, да, понимания ситуации текущего момента. И, соответственно, имеем, что имеем. Хотя, на самом деле, я скажу, и такую морскую пару, ведь убить тоже не нужно что-то там супер каких-то хитрых там способов. Все ушатывается достаточно быстро. Можно только там привязать кирпич и вытянуть его несколько раз, и без проблем у вас умрет любая пара, да, то есть, грубо говоря. Нужно понимать, что катушка в первую очередь убивается, уважаемые зрители, да, не на вываживание, если вы нормальный спиннингист, да. Хотя, если вы не нормальный спиннингист, то убиваться она у вас будет и на вываживание, да. Но у нормальных спиннингистов в первую очередь катушка умирает на проводке. То есть, чем мощнее, ну, скажем так, одним словом просто, чем упористее приманка, да, тяжелее идет, тем быстрее катушка на проводке умирает. Почему? Ведь вы ее все равно не будете выкачивать, да, спиннингом, либо как-то там подбрасывать. Все равно, в принципе, как ни крути, все равно проводку нужно, вам придется крутить катушкой, катушкой, да, эту проводку исполнять. И, тем самым, на упористых приманках будет умирать ваша пара. Ну, и теперь еще, что хотелось бы включить в это понимание. Хотелось бы показать кое-какое такое вот действие, чтобы вы понимали, вот это уже у нас Биомастер 2013 года. И сейчас мы сравним пару с Биомастером 2011 года. Ну, вот у меня тоже есть вот новая пара от Биомастера 2011 года. Правда, она у нас 11 Био 2500, да, ну, я думаю, это не столько важно, да. Подумаю, что она чуть-чуть поменьше размером, но не в этом суть, уважаемые зрители. Сейчас я ее достану. И мы сейчас все посмотрим, и сейчас мы все сравним, что происходит с современными катушками. Я всегда говорю, что в обычных катушках, в обычных сериях, после 11 Биомастера, как бы, эпоха Шамана пошла вниз. Вот, это вот как раз вот пара от размера 2500. Что вы скажете, ну, с виду, как бы, все обычное, да, тут вот она такая черная, да, а здесь она вот просто безо всякого покрытия. Можете сказать, что она одинаковой толщины, одинаковый зуб, но, как говорится, дьявол в деталях, да. В этом-то и есть, уважаемые зрители, все нюансы. Сейчас я вам покажу, что бывает и происходит у особо одаренных рыбаков. Оно действительно происходит. Вот. Если мы сейчас выкрутим ручку с данного 13 Биомастера, смоделируем ситуацию и вкрутим ее в пару, то мы можем наблюдать, что у нас юбка, грубо говоря, даже это не юбка, а упор ручки, он сам упирается непосредственно в пару. И данная резьба, да, она, соответственно, здесь стальная, а здесь она на этой паре, она просто алюминиевая и вкручивается в алюминий. И, соответственно, у особо одаренных рыбаков, не знаю, как это происходит, то ли они вкручивают с такой силой, то ли тянут с такой силой. Вы можете сказать, срезается резьба, да, и это тоже. Но бывают и другие моменты, когда вот в этих вот местах, алюминий, он просто трескается, и края вот эти вот просто осыпаются. Соответственно, когда они осыпаются, пару маленько перекашивают, ну, вы понимаете, да, вот от края сыпался, прилегает неровно, ее начнет вот как бы перекашивать так, и ручка идет уже неровно. А вот у 11-го биомастера, если посмотреть, то вот эта вся часть, резьба, и во что вкручиваться, она сделана из стали. То есть, я думаю, теперь уже много ничего уже объяснять не надо. Чтобы вкрутить и сорвать резьбу в стали, и чтобы осыпались эти края из стали, чем из обычного алюминия, это уже дофига делов, да? Все со мной согласны? Я думаю, все. Сразу же вспоминается шнур, этот шнур, да, как бы клип шнура в Питере пить, когда они там галерея. Все поняли? Такая банда вся такая в телефонах, тык-тык-тык-тык, да, все поняли все. Вот это такая картиночка сразу же перед глазами у меня стоит. Вот и вся любовь. И после 11-го года таких пар уже не стало. Вот. Многие могут сказать, вот она тут как-то напрессована на морских парах, она прикручена на такой фланец. Ну, у которых Шимана я ни разу не встречал, чтобы вот эта как-то пара, то, что она напрессована, да, на эту стальную проставку, да, ничего, никогда такого не было, чтобы она каким-то образом люфтила, и еще там как-то что-то с ней происходило. Все было всегда адекватно. Встречались китайские катушки, они тоже пытались делать по такому принципу. Вот у них, конечно же, однозначно, как бы сказать, были моменты, что... Вот эта вот пара напрессованная на стальную вот эту ось, она, соответственно, как бы здесь прослаблялась, и пара начинала люфтить. Но именно у катушек Шимана я такого никогда не видел, да. Ну, многие могут сразу же сказать, ну, вот же она черная, это какое-то там космическое напыление, эту технологию принос Шимана Илон Макс с Марса, как так, это же вообще там супер. Ну, на самом деле, вот это вот напыление, да, оно имеет место быть, но, скорее всего, это напыление, ну, вот это, опять же, мое личное мнение, выполняет демку. Что такое демка? Это деморежим, да. То есть, когда вы новую катушку покупаете в магазине, вот этот туматный ход, вот это вот напыление как раз дает вот такой мягкий ход, то есть, демонстрационный режим для новой катушки, чтобы человек попробовал, вау, деморежим офигенный, все. То есть, чтобы у человека там упала планка, он влюбился в эту катушку, и все. Слетает оно, в принципе, при нормальных рабочих нагрузках достаточно быстро. Безусловно, что, может быть, и какое-то время оно там дает сопротивление, да, там, на износ. Ну, вот, как бы сказать, и не более того. Мы видим, что на морских парах нету черного напыления. Но оно тоже все равно какое-то тут такое есть, да, что-то подобное. У стелы, я скажу, там вот, сейчас уже доставать не буду, там, за такого золотого цвета пары. Тоже все стирается, протирается, и при нормальных рабочих условиях почти точно так же, как и без него. Но на практике я вам скажу, вот эти вот пары, вот эти вот пары сделанные, они у меня, вот лично из моего опыта, да, вот эти пары, они более, как бы сказать, уперты к износу, чем вот эти вот уже с этим вот черным покрытием. Так что вот и я вам это специально, надеюсь, и даже, видите, 11-й био выбито даже, вот на паре. От этого я вот могу сказать, хотя это 2500 размера, а это 4000. Видим, что здесь как бы все побольше, да, ну, и не так уж сильно все и прям заметно. От этого вот уже после 11-го года Шимана перестала уже применять подобные пары на более-менее вменяемых, грубо говоря, катушках уже такого сегмента, да, как вам сказать, уже более-менее. Конечно, что-то она подобное там в катаниях, в катанах, там еще в чем-то она там еще и применяется, что-то вот какое-то такое. Вот сейчас я не могу сказать, потому что я не владею информацией, потому что давно не разбирал современные катаны, то есть, грубо говоря. Вот, уважаемая банда, ну, вот для интереса есть вот у меня пара от Rarinium от 12-го, 2500. Точно такого же, вот здесь вы уже можете сравнить две идентичные пары, видим, да. Вот. Так, ну, что по этому поводу, еще раз хочу сказать, что с дуру можно сломать все, что угодно. Не перегружайте, уважаемые зрители, катушки. Вот. И всегда, прежде чем купить катушку, как бы убеждайтесь, для каких условий она подойдет. То есть, вот вы выбираете условия, в которых будете ее применять, и поинтересуйтесь, какие у нее хотя бы потроха. Вот. На самом деле, я не хочу сказать ничего, что биомастер плохая катушка. Замечательная катушка. Классная катушка. Но нужно понимать, что особые веса какие-то там уже там, она уже, ну, все-таки это не ее компетенция. А на самом деле, грань она такая, вы знаете. Особенно у нас на горных реках многие думают, да я там маслотки кидаю, да что? Да ничего, потому что угловая скорость. То есть, а вот вы даже с лодки кидаете, вас несет, как бы сказать, под берегом одна скорость течения, а может быть стоячая вода, а лодку несет с другой скоростью. А между лодкой и берегом идет струя мощная, крутится даже подводная, да. И вы тянете какую-то высокоупористую приманку, например, воблера. И он входит с угловой скоростью в эту струю, да, этот высокоупористый воблер. И вы просто держите даже и начинаете медленно подматывать в натяг. Этого уже достаточно, чтобы ушатать вот такие вот слабенькие пары. Если этот воблер там ныряет метров на шесть, вот с такой лопатой, да, и сам еще там грамм 38 весит. Это, конечно, или 32 грамма. Диповые воблеры, это, конечно, для данной катушечки. Перегруз. Нужно быть в этом плане, ну, отдавать себе отчет, что вы хотите, да, от данной катушки. Вот. Так, в принципе, у Шимана хорошие пары, все хорошо, замечательные катушки. У всех свои плюсы и минусы. Ну, я думаю, много чего вам интересного рассказал. Ответил на вопросы всяких разных людей. Потому что были вопросы, что вот эта вот пара прям такая, прям качественная, хорошая. И до 13-го года Шимана делала сказочные катушки. Ну, как мы видим, что на 11-м Биомастере закончились адекватные вменяемые пары. По какой причине я вам указал. Так, уважаемые зрители, впереди нас ждет вот такой замечательный морской твин 6000. Ну, это уже будет в следующей части. Всем, кому понравилась банда, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этими друзьями. До свидания. До новых встреч. 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 До новых встреч.